Всем привет! Меня зовут Игорь Исаченко, с вами сайт исаченко.пис. Сегодня в нашем очередном уроке по Cinema 4D мы поговорим о сплайнах. Мы не будем говорить сегодня о таких элементарных вещах, как рисование сплайнов в режиме freehand или использование сплайнов уже встроенных в Cinema 4D, а поговорим о том, как можно извлечь сплайны из готового изображения, из фотографии или из любого другого референса с помощью Photoshop, с помощью инструментов выделения Photoshop. Поговорим о том, как извлечь сплайны из какой-либо геометрии, модели, которая существует уже у вас в сцене, как оптимизировать потом эти сплайны, что с ними потом можно делать и как вообще подготовить их, как получить из них какую-то более-менее сложную геометрию. Для примера покажу вам пару картинок. Вот работа, которую я делал совсем недавно. И эта работа, вот гитара, она сделана практически вся, за исключением самых уже мелких деталей. Она сделана с помощью кривых, с помощью сплайнов. И как раз таки основные сплайны были взяты с помощью реальной фотографии, вернее из реальной фотографии с помощью инструментов Photoshop. Поэтому давайте сейчас перейдем в Photoshop и на примере той же гитары я вам покажу, как это сделать. Здесь у меня есть изображение гитары, которое я нашел ранее в интернете. Я его использовал отчасти как референс для своей модели. Поэтому давайте выберем инструмент выделения Magnetic класса Tool. Это клавиша L на клавиатуре, либо вот эта вот кнопка. И просто обведем нашу дыбу. На белом фоне инструмент работает практически идеально. То есть никаких проблем с обводкой у вас быть не должно. Но если возникнут на вашем объекте какие-то мелкие погрешности, вы можете не обращать на это внимание. Потому что потом при оптимизации сплайна и при дальнейшей работе мы эти погрешности уберем и придадим нашему сплайну законченный вид. Нас пока интересует только форма дыки и какие-то мелкие детали в виде кнопок, крепления для ремня и прочего нам пока не нужны. Но если они захватились, ничего страшного. Итак, все выделение построено. Что делаем дальше? Теперь мы щелкаем правой кнопкой внутри нашего выделения и выбираем пункт Make Work Path. Значение Tolerance не изменяем. Это минимальное значение, которое может быть 0,5. Нажимаем ОК. Наше выделение пропало. Но если мы перейдем во вкладку Path пути, мы увидим, что у нас появился здесь рабочий путь. Это обводка нашей гитары. Сохраняем его в формате Illustrator. Поскольку все внешние сплайны передаются в синему в формате Adobe Illustrator. Заходим в файл Export Path to Illustrator. Выбираем необходимый нам путь. Здесь он один. Work Path. И нажимаем ОК. После чего задаем ему имя, например, Guitar Spline. И нажимаем Сохранить. Теперь переходим в синему. И здесь у нас два пути. Импортировать сплайн через File Open. Но тогда он открывает этот файл как сцену. Либо импортировать тот же файл через File Merge Objects. Выбираем наш Guitar Spline. Нажимаем Открыть. Настройки не изменяем. И получаем вот такую вот кривую. Как вы видите, наша кривая находится не точно по центру сцены. То есть она не в нулевых координатах. Поправить это элементарно. Заходим в меню. При выделенном сплайне заходим в меню Character Commands. И здесь есть такая команда Reset PSR. То есть сбросить координаты, поставить модель в ноль. Вот наш сплайн переместился в нулевую систему. Не забывайте это делать. Потому как какое-либо смещение от центра осей в дальнейшем при моделировании вызовет у вас просто головную боль и кучу проблем. Итак, теперь давайте посмотрим на наш получившийся сплайн немножко внимательно. Перейдем в режим редактирования точек. И первое, что мы с вами увидим, это то, что количество точек на этом сплайне просто зашкаливает. Оно просто адское. И на самом деле для создания геометрии нам столько точек не нужно. Потому что, допустим, если мы будем создавать геометрию с помощью LoftNurbs. И для создания гладкой геометрии нам понадобятся вот эти вот точки. И с каждой из этих точек у нас будет создано ребро. И наша геометрия будет просто перегружена лишними полигонами. Поэтому сплайн нам необходимо оптимизировать. Итак, есть несколько путей, как это сделать. Покажу для начала самого, на мой взгляд, неочевидного. И самого такого способа, который мне лично не нравится. Но, тем не менее, может для общего какого-то развития, для каких-то ситуаций его необходимо знать. И, может быть, где-то он вам пригодится. Это оптимизация сплайна, опять же, через геометрию, через тот же LoftNurbs. Создаем объект LoftNurbs. Ну, соответственно, копируем наш сплайн. Переходим в режим модели. Сдвигаем его, насколько нам необходимо. И кидаем все это дело под LoftNurbs. Давайте включим режим показа сетки. И в опциях LoftNurbs во вкладке Caps выберем Engans, чтобы вот эта адская геометрия на крышках, которую делает по умолчанию Cinema, нас не смущала. Итак, мы видим, что у нас сплайн получился, фигура, вернее, получилась довольно кривая. Происходит это из-за того, что во вкладке Object в пункте Mesh Subdivisions у нас задано предельное количество граней, которое может быть у нашей фигуры. предельное количество ребер. И здесь оно, естественно, гораздо меньше, чем количество точек на нашем сплайне. Поэтому фигура наша выглядит не то, что не сглажена, она выглядит просто уродски. Если мы увеличим количество ребер, то, соответственно, мы увидим, как наша фигура приобретает какие-то детали. Не забывайте также для каких-либо сглаженных сплайнов, сглаженных фигур, выставлять флажок Organic Form. Очень часто это помогает избежать каких-то острых углов и косяков, которых не должно быть. Итак, мы видим, что наша фигура разгладилась, но геометрия оставляет желать лучшего. Тем не менее, если мы хотим оптимизировать сплайн, на котором, например, у нас 500 с лишним точек, а нам из этих точек нужно сделать, допустим, 90. Мы выставляем нужное количество Mesh Subdivisions и нажимаем клавишу C либо кнопку Make Editable, то есть переводим нашу модель в полигональное в редактируемое состояние. После чего выбираем какую-либо из крышек, переходим в режим редактирования граней и с помощью инструмента Loop Selection выбираем нашу грань. Все, что нам остается теперь сделать, это перейти в Mesh Commands и выполнить команду Edge to Spline. Под нашей крышкой появился сплайн, мы можем его вытащить наверх, перейти в режим работы с моделью и вытащить его вот сюда. Давайте нашу модель удалим, она нам, собственно, не нужна и перейдем в режим редактирования точек нашего сплайна. Итак, мы видим, что количество точек здесь стало гораздо меньше. Если мы сейчас подгрузим сюда наш оригинальный сплайн, то сможем сравнить. Давайте поставим как-то вот так вот рядом. Сможем сравнить, насколько наш оригинальный сплайн отличается от нашего оптимизированного. То есть, если вам нужно привести сплайн к какому-то более-менее вменяемому виду и уменьшить количество точек на сплайне, в числе прочих способов вы можете использовать LoftNurbs. Давайте теперь этот сплайн удалим и посмотрим, каким еще способом можно оптимизировать нашу кривую. Ну, конечно, никто не отменял оптимизации ручками, то есть, когда вы берете инструмент выделения и начинаете просто максимально приближать нашу кривую, наш сплайн и вручную просто удалять какие-то лишние точки. Но на самом деле, если у вас сплайн достаточно сложный, я думаю, вы просто замучаетесь и на такую работу у вас уйдет дикое количество времени. Особенно, если это какой-то дедлайн, сейтнот, вы рискуете просто завалить проект. В таком случае нам на помощь приходит еще одна команда, которая у нас почему-то не вынесена вот сюда, вот в контекстное меню. Поэтому она тоже с какой-то точки зрения не очевидна. Тем не менее, переходим в Mesh, Commands и здесь у нас есть команда Optimize. По большей части моделлеры используют эту команду для геометрии, для сетки, для оптимизации сетки, удаления лишних каких-то точек из геометрии, но эта команда прекрасно работает и для сплайна. То есть, если мы сейчас зайдем в настройки, кликнем по квадратику, который сбоку, мы увидим, что здесь у нас есть значение Tolerance и также флажки, что конкретно нам можно оптимизировать. То есть, мы можем оптимизировать полигоны, удалять ненужные точки и оптимизировать точки. То есть, грубо говоря, сплавлять близко находящиеся точки между собой. Для этого существует значение Tolerance, оно устанавливает, какое расстояние, грубо говоря, должно быть между точками, чтобы их между собой сплавить. Ну, давайте выставим что-то поменьше, давайте попробуем выставить 4 см и посмотрим, что у нас получится. И мы не видим практически никакого результата. Почему? Собственно, мы его не видим. Потому что мы забыли снять выделение с точки. То есть, если у нас выделена какая-то группа точек, то команда Optimize будет работать только с этой группой, игнорируя остальные. Ну, поскольку нам нужен весь сплайн, то мы снимаем выделение. Выделение на сплайне мы, само собой, оставляем. Опять переходим в Optimize, заходим в настройки. Ну, они у нас должны немножко соответствовать нашему сплайну. Поэтому поставим 4 см. Нажимаем ОК. И мы видим, что точек на нашей кривой уже стало гораздо меньше. И тем не менее, наша кривая, в отличие от прошлого случая оптимизации с помощью LoftNerbs, она сохраняет свою форму и сохраняет свою плавность. То есть, какие-то изгибы и прочее, прочее. Ну, мы видим, что в результате вот таких вот несложных действий с помощью одной команды мы получили уже гораздо более красивый сплайн. Ну, если все-таки вот это количество точек для нас великовато, ничто не мешает нам еще раз выполнить эту команду, только изменить настройки на более высокие уже значения. Если у нас было 4 см, то теперь мы можем выставить 8 см. Нажимаем ОК и смотрим, что наш сплайн практически не меняется, но количество точек на нем еще уменьшилось. И вот уже после этих действий мы можем применять к нашему сплайну LoftNerbs. Копируем наш сплайн, оба сплайна закидываем под Loft, ставим Enguts для наших крышек и изменяем настройку LoftNerbs. Таким образом, чтобы наша геометрия выглядела более-менее оптимизированно. Пытаться сделать из LoftNerbs High Poly модель сразу не стоит, потому что для этого у нас есть в более поздних версиях модификатор SubD. Здесь он еще в 14 версии называется HyperNerbs, и если мы сейчас добавим сюда наш Loft, то мы получим уже такую довольно сглаженную геометрию. То есть мы даже можем уменьшить значение в SubDivision Editor на единичку, чтобы не получать слишком плотную сетку. Итак, с оптимизацией сплайна с помощью команды optimize разобрались. И сейчас давайте рассмотрим еще один способ оптимизации сплайна и задание ему того количества точек, которое нам конкретно необходимо для работы. Мы сделаем это с помощью объекта MoSpline, который доступен во вкладке MoGraph. Так, давайте удалим нашу геометрию, удалим в принципе наш оптимизированный сплайн. Давайте загрузим еще раз наш оригинал, который мы получили из Photoshop. Вернем его в ноль команды character commands.race.psr и посмотрим, что же такое MoSpline. Давайте мы этот сплайн пока скроем, зайдем в MoGraph и добавим в сцену объекта MoSpline. Ну, единственное, что мы сейчас видим, это вот такая вот полоска. И этой полоской мы можем как-то управлять. То есть, ну, не очень богат, конечно, на первый взгляд. Но, тем не менее, у объекта MoSpline очень большое количество возможностей. Я знаю, что многие MoSpline дизайнеры любят его за всякие вот такие вот штуки, которые можно с ним делать. То есть, за всякие такие абстрактно-органические вещи. Но речь сейчас будет идти не об этом, а речь будет идти конкретно об оптимизации необходимого нам сплайна. Эта функция здесь тоже есть. Поэтому переходим в MoSpline, вкладка Object и в режиме Mode мы выбираем не Simple, а выбираем Spline. После чего у нас появляется вот такая вот вкладочка Spline и поле для, собственно, сплайна, который будет у нас нашим Source Spline, нашим оригиналом. Перетягиваем сюда кривую, которую мы импортировали из Photoshop. Видим, как у нее сразу появилась такая обводка MoSpline. Эту кривую, чтобы она не мешала, мы пока можем выключить. И вот здесь вот, где у нас Generation Mode указан вектор, мы можем переключить Generation Mode в режим Count. То есть, задать ему определенное количество точек для нашего объекта. Мы можем как увеличивать это количество, так мы можем его, соответственно, и уменьшать. То есть, мы будем сразу видеть, как регулируется форма нашего объекта. И в этом случае мы точно также будем знать, что если мы используем, допустим, тот же Loft Merps, склонируем еще раз наш MoSpline, перетянем его сюда, закинем все это под Loft Merps. Поставим GANs на нашей крышке. И здесь мы можем задать количество Mesh Subdivisions, точно соответствующее количество наших точек в настройке Spline. То есть, здесь у нас Count стоит 80. Соответственно, в настройке Mesh Subdivisions мы также ставим 80 точек и получаем практически идеальную форму, которую уже потом можно пустить под Subdivisions. от HyperNurps. Вот что касается оптимизации Spline, что касается работы с точками на Spline, распределения точек на Spline. Ну и, пожалуй, последнее, что бы еще хотелось сказать, это импорт Spline из такой программы, как CorelDRAW. В основной своей массе многие 3D дизайнеры работают с кривыми в Illustrator, но есть люди, которые работают с пакетом CorelDRAW. Например, я к нему привык в свое время, мне как-то более-менее удобно им пользоваться и просто как-то все, нет ни времени и ни желания переходить на Illustrator. На самом деле, кривые из CorelDRAW импортируются в Cinema точно так же легко, как из Illustrator. Давайте запустим Corel и посмотрим. Итак, давайте создадим какой-нибудь объект, например, из группы многоугольников. Ну, что мы можем здесь создать? Давайте создадим, например, вот такую вот пятиконечную звезду. Зажимаем клавишу Ctrl, растягиваем ее, чтобы она растягивалась пропорционально. Выбираем инструмент выделения. Выделяем. И делаем файл экспорт или нажимаем сочетание Ctrl-E в английском. Называем это CorelSpline. И из списка типов файлов выбираем Adobe Illustrator. Обязательно ставим галочку Only Selected. Только выбранные, экспортировать только выбранные объекты. И нажимаем на экспорт. У нас появляется такое окошко с настройками. И в пункте совместимость здесь по умолчанию стоит Adobe Illustrator CS5. Нам надо обязательно выбрать Adobe Illustrator 8.0, потому как все сплайны, все векторы, которые втягивает Cinema, они должны быть в формате Adobe Illustrator не выше восьмой версии. Ставим переключатель сохранять кривые и текст путем удаления прозрачных объектов, поскольку растровые изображения нам никак не нужны. Если у нас есть текст, соответственно переводим его в кривые. Больше никакие настройки нас здесь не интересуют. Нажимаем ОК. Все, мы получили нашу кривую. Переходим в нашу сцену. Ну, я думаю, что эти объекты мы можем удалить. И делаем опять файл Merge Objects. Выбираем наш Coral Spline. Открываем, нажимаем ОК. Вуаля, вот он появился у нас. Все, что осталось сделать, это сбросить координаты. Character commands. Preset PSR. Ну и вот мы получили геометрию, с которой дальше какими-то методами выдавливания, вытягивания и так далее мы можем работать. Итак, мы рассмотрели способы импорта сплайнов из различных сторонних программ в Cinema. Прямо способ импорта из Coral Draw и даже напрямую из Photoshop, из фотографии. И теперь рассмотрим еще способ получения сплайна из существующей геометрии, которая уже есть у вас в сцене. Это какая-то модель, из которой этот сплайн можно достать. Давайте, для примера, добавим в сцену простой, обыкновенный куб, переведем его в полигональный режим. Перейдем в режим работы с гранями и выберем такой инструмент, как knife, нож. Этот инструмент вообще позволяет нам резать полигоны, резать объекты, фигуры на различные части. То есть добавлять новые edges к уже существующим. Но поскольку он сейчас находится в режиме line, нам нужно разрезать не отдельные полигоны, нам нужно разрезать всю модель. Теперь мы переведем его в режим plane, то есть в списке mode выберем plane. И мы видим, что теперь мы можем резать сразу по всей фигуре. Точно так же мы можем выбрать плоскость, которая нам нужна. Давайте выберем, например, в списке plane x, z. И теперь мы сможем резать вот в такой вот горизонтальной плоскости, сможем разрезать фигуру по вертикали. Давайте посмотрим, что у нас получится. Получается замечательно, за исключением того, что наши разрезы сразу не выделяются. То есть потом нам еще потребуется их выделять какими-то инструментами. Это легко сделать на простой фигуре, но если фигура достаточно сложная и у вас получается очень сложная грань, то это будет просто адовая работа. Но ее можно избежать, поскольку в настройках инструмента knife нож есть такой флажок select cuts. То есть он позволяет сразу выбирать сделанные разрезы и сразу с ними работать. Как видите, новые ребра, новые грани сразу становятся выделенными. Есть еще одна настройка, которая позволяет нам делать не один разрез, а сразу то количество, которое нам нужно. То есть мы можем, например, выбрать пять разрезов, можем выбрать десять разрезов. Можем регулировать расстояние между ними, spacing. И если мы нажмем на кнопку, мы увидим, что они сразу все выделились. То есть все, что теперь нам нужно сделать, это перейти в меню match commands и выбрать команду patch to spline. Мы сразу видим, что наш куб превращается в какую-то группу и вот они, наши сплайны, вернее наш сплайн. Потому что пока все эти сплайны это один объект. Как сделать так, чтобы мы могли работать с ними как с разными объектами? Ну давайте поднимем их немножко повыше, чтобы их было лучше видно. Для этого тоже существует специальная команда. Делается это очень просто. Мы опять заходим в mesh commands. Прошу прощения, мы заходим в mesh spline и выбираем команду explode segments. Взорвать или в данном случае корректнее будет разбить сегменты. И видим, что наш сплайн превратился в группу сплайнов. Вот он первый. И вот последний. Теперь мы ее можем вытянуть наверх, а родителя верхушку группы просто удалить. И теперь с этими сплайнами мы можем работать так, как хотим. Также стоит помнить о том, что все наши сплайны пока на данный момент являются открытыми. То есть вот этот квадрат является на самом деле не квадратами, а четырьмя отдельными сплайнами. То есть каждая сторона представляет из себя отдельный сплайн. Для того, чтобы каждый из этих квадратов был отдельной замкнутой фигурой, нам необходимо выделить их все и поставить галочку close сплайн. Теперь каждый из квадратов будет самостоятельной фигурой и не будет состоять из четырех отдельных сторон. Ну и теперь мы можем закинуть всю эту группу, например, в Extrude NURBS и выдавить ее туда, куда нам необходимо. Например, вот так вот выдавить ее немножко вверх. Но поскольку по умолчанию Extrude работает только с первым сплайном, с остальными не работают, многие начинают каждый отдельный сплайн закидывать в отдельный Extrude NURBS. На самом деле делать этого не стоит. Все можно сделать гораздо проще. В настройках Extrude NURBS во вкладке Object мы можем построить, включить, вернее, флажок Hierarchical. То есть вот этот флажок Hierarchical, он позволяет работать сразу с иерархией объектов, которые закинуты в Extrude NURBS. То есть он видит, что внутри вложен, допустим, не один сплайн, а несколько штук и работает, соответственно, с каждым. Ну, вот, в принципе, все, что хотелось сказать по поводу извлечения сплайнов из геометрии. Если у вас геометрия какая-то более-менее простая, например, давайте добавим в нашу сцену сферу, и вам необходимо извлечь сплайн из этой простой геометрии, то, соответственно, при наличии здесь уже готовых эджей, граней, вам нет необходимости нарезать эту сферу еще на какие-то куски. Для этого можно использовать просто перевести сначала сферу в полигональный режим, выбрать режим работы с гранями вот этой кнопкой, и в меню Select выбрать инструмент Loop Selection, замкнутое выделение. После чего вы можете просто выбрать необходимую вам грань или с шифтом необходимые вам грани, и с помощью Mesh Commons Edge to Spline точно так же получить из них нужный сплайн. То есть методов множества, способов множества, а какой из них удобней, вы уже можете рассмотреть по конкретной ситуации. И последний момент, который касается работы со сплайнами. Очень часто на форумах каких-то группах приходится читать такие вопросы, как в Cinema продлить рисование, продолжить рисование сплайна, как продлить сплайн. То есть Cinema очень хитро построен. В этом плане, допустим, возьмем кривую безе, перейдем в режим вида сверху и попробуем нарисовать какую-то кривую. Если мы сейчас выберем другой инструмент, перейдем к какому-то другому объекту, то продолжить рисование этой кривой, даже выделив ее, даже перейдя в режим точек, выбрав тот же инструмент, мы не сможем. У нас будет рисоваться новый сплайн. Что делать в этом случае, если нам обязательно нужно продолжить рисование этого отрезка? Мы выбираем наш существующий сплайн. Выбираем режим работы с точками. Выбираем любой из инструментов перемещения, скейлинга или вращения. Любой вот из этих трех. После чего, если мы зажимаем клавишу Ctrl, сплайн продолжает рисоваться с последней точки. То есть мы продолжаем рисование от окончания нашего сплайна. Если же мы зажмем клавишу Ctrl, Shift, то сплайн начнет рисоваться из начальной точки. Продолжится из места своего старта. То есть таким вот образом можно продолжать рисовать сплайн, от которого вы каким-либо образом отвлеклись. Всегда можно к нему вернуться. То есть еще раз запомните. Мы выбираем сплайн, выбираем режим точек, выбираем любой из этих трех инструментов. И с помощью удерживания клавиш Ctrl, либо Ctrl, Shift мы продолжаем рисование. Ну, в принципе, на сегодня по сплайну все. Конечно, это не полный материал о сплайнах. Но я думаю, что хотя бы часть вот этой, которую вы узнали сегодня, была вам полезна. Ну и всего вам доброго. До встречи в новых уроках. Пока!